Здравствуйте, в студии Татьяна Ермилова и я расскажу о погоде на завтра. На Дальнем Востоке теперь накроют облаками юг Хабаровского края. Но если в самом Хабаровске дожди, паровистый ветер и понижение температуры лишь во второй половине дня, то немного севернее уже дойдет до мокрого снега. И на Камчатке станет прохладнее. При море Сахалин и Курилы пока останутся в тепле. А в Якутске максимум 0,5. И на центральный район Якутии наступает новая волна осадков. Юго-восток Сибири в таком же положении. Туда придут осадки, и дождь, и снег. Поровистый ветер сдует остатки тепла. Западнее все совсем по-другому. Дожди местами небольшие, а температура продолжит повышаться. И Урал в этой теплой солнечной кампании. Очень приятная погода, именно такую называют бабьим летом. На европейской территории России в понедельник на погодную сцену выходит новый антициклон. А фронтальный раздел, который начал полноценную осень в центральных областях, будет постепенно размываться. На севере с ростом атмосферного давления осадков становится меньше, но температура пока не спешит повышаться максимум плюс 5-10. В северо-западных областях тоже не жарко, хотя именно там будет много солнца, пока плюс 10-15. Почти столько же от Смоленска до Москвы и Ярославля, где небо затянуто облаками. А восточнее и южнее облаков мало и гораздо теплее, до плюс 17-22. Еще теплее в Черноземье и по Волжье, но в Поволжье усилится ветер. Ветрено будет в низовьях Волги и в республиках Северного Кавказа, но и здесь довольно тепло, до плюс 25. В Ростовской области и на Кубани, и в Ставрополе до 28 везде без осадков. Только в Крыму и при Азове снова возможны грозовые дожди. И о погоде в столицах. В Петербурге завтра плюс 12, должно обойтись без дождя. И в Москве без осадков. Но северный ветер немного понизит температуру. В понедельник плюс 12-14, но это не значит, что тепло закончилось.